Партия войны Я вот хочу в цифрах сказать Например, 10 июля бой под Карловкой Какие были потери? По данным командира батальона Донбасс Семена Семченко Потери террористов, то есть бойцов ополчения Составили 25 человек А украинская армия, один убит, один ранен А по данным Игоря Безвера Вы знаете, командира ополчения в Горловке Украинские силовики потеряли 35 погибших Около сотни раненых И сколько из этих раненых, тяжело раненых Сколько выжил, мы не знаем И такие же ситуации, вот я не буду приводить Но целая наборка существует По данным украинским СМИ Сообщениям, которые абсолютно не соответствуют действительности Больше того, 16 июня вице-премьер-министр Виталий Ерема Сообщил о 95 погибших во время АТО военнослужащих А 20 июня Зам. начальника Главного командного центра ВСУ Александр Разманин Информирует о 156 убитых военных То есть практически цифры гуляют в один и тот же В одно и то же время гуляют два раза А 29 июня Спикер РНБО Андрей Лысенко дает другие данные С начала АТО погибло 145 военнослужащих То есть время прошло, а количество погибших уменьшилось И так происходит все время Именно из-за этого в украинском обществе бытует мнение Что идут победные бои Только из-за нерешительности руководства Не одержана решительная победа Именно поэтому сейчас требуют В основном на Украине Требуют и депутаты, и политики, и журналисты Продолжение активных военных действий Какие же реальные потери? Противоречивые данные Можно ли найти данные официальные? Вот есть ряд сайтов Например, политикус.ру О котором говорит о том, что погибло 4994 человек И дальше подробненько расшифровывают Количество погибших экстремистов правого сектора Военнослужащих Аэромобильной житомирской бригады Аэромобильной бригады Город Николаев И так далее, и так далее Подробно по каждому бою Те цифры, которые собираются Можно спорить Это 5 тысяч человек 4 тысячи человек 3,5 тысячи человек Но мы видим, что украинское правительство Скрывает эти цифры Нет Причем я хочу обратить внимание Что во время Майдана Ежедневно на сайте Министерства внутренних дел Публиковалось количество погибших раненых Можно было спорить с этими цифрами Но эта статистика была Было четкое указание фамилий Какие ранения В результате чего это произошло Сегодня этой официальной информации нет Мы вынуждены ее вылавливать Буквально из заявлений первых лиц И мы видим, что эти заявления Между собой противоречат Противоречат ради чего? Какие причины того, чтобы фальсифицировать данные о потерях? Причин несколько Первая причина, безусловно, является то, что Мы считаем, что украинская власть является несамостоятельной И о том, что существует задача Развязывать войну на Украине Именно поэтому Скрываются потери для того, чтобы украинское общество Не остановило эту войну Другая причина Это то, что По данным из украинских СМИ За время Антитеррористической операции Пять украинских генералов Стали долларами Миллионерами То есть, кому война Кто зарабатывает на поставках На поставках ГСМ Кто зарабатывает на подрядах для армии Кто зарабатывает на том, что Скрывает потери И получает довольствие И материальное снабжение И финансовое снабжение На якобы живых людей Мы разговаривали с бойцами из Славенска Которые пришли из Славенска Они мне рассказывали о том, что Во время боев за один блокпост Который они отбили, потом оставили Было много раненых И когда они отходили И заходили украинские войска Буквально Они видели и слышали о том Как достреливали тяжелораненых Почему это происходит? Потому что, когда Тяжелораненые попадают в больницу Их уже нельзя скрыть Существует разная информация О том, что и морги забиты Украинские морги забиты Погибшими бойцами Украинских войск О том, что О том, что Погибших в брандских могилах Закапывали прямо в районе боев Выкапывая ямы И ровняя потом это все Землю Так, чтобы не было видно Где они были захоронены Были Была информация о том, что Погибших Притапливают в озерах И Вы знаете, что была информация Когда вскрыли большое количество Трупов В связи с этим Хочу обращиться К женам К родителям Тех, кто воюет сегодня В украинской армии Связывайтесь со своими детьми Связывайтесь Если вы не можете дозвониться Не пускайте это дело на самотек Потому что Может быть, что Вполне так могло случиться Что произошло самое страшное Вам просто скрывают И не говорят вам правду Я знаю, что многие Не хотят идти воевать Я знаю, что Особенно в Днепропетровской области При помощи прокуратуры И милиции Силой загоняют Под угрозу уголовных дел Загоняют В армию И мы знаем не один А десятки случаев Того, когда Молодые люди Которые, чтобы не попасть в тюрьму Шли в армию И рассчитывали И думали, что не будут стрелять И потом, если они не стреляли С ними расправлялись Другие бойцы Национальной гвардии Надо остановить эту войну Именно поэтому Мы вчера на заседании парламента Приняли ряд заявлений Заявление Парламента Союза Народных Республик Новороссии О геноциде народа Донбасс Парламент Союза Народных Республик Осознавая свою прямую ответственность За жизнь и благополучие граждан Донецкой Народной Республики И Луганской Народной Республики Рассматривая действия Вооруженной Сил Украины И других незаконных вооруженных формирований Актом прямой агрессии В отношении Союза Народных Республик Со стороны Украины Парламент Новороссии Считает, что главной целью Подобных действий Является массовое уничтожение Граждан Донбасса На основании политической Этнической Религиозной ненависти Со стороны киевского режима Все происходящее является Грубейшим нарушением Всех общечеловеческих норм И международных законов Парламент Новороссии Я из конвекции О предупреждении Преступления к геноциду И наказания за него Принята Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря 1948 года Объявляет всех лиц Причастных коственно Или напрямую К вооруженной карательной операции На территории Донбасса Военными преступниками А их действия Преступления против человечности Которые не имеют срока давности Пресс-конференция закончена Если есть вопросы, задавайте Украинская армия уже давно ведет себя на Донбассе Как армия захватчиков Которая действует на чужой враждебной территории На территории врага И это видно по применению оружия Когда оружие применяется против объектов Инфраструктуры Разрушается инфраструктура Против мирных жителей Против... Используются диверсионные отряды Которые работают как в тылу врага То есть не опираясь на помощь населению И это действительно происходит Именно потому, что Эта территория И территория Новороссии Для тех, кто пришел сюда убивать Является вражеской территорией Враждебной территорией Да Ну вы разные цифры озвучили И со ссылкой на украинские СМИ Но ваша оценка Какая-то такие потери? Я сказал о том, что можно спорить Это 3,5, 5 тысяч Или 4 тысяч человек Но Я склонен к тому, что Эта цифра около 4 тысяч человек Которые погибли за все это время И разговаривая со своими коллегами В том числе, которые сейчас находятся в Киеве Мне сказали о том, что Примерная цифра На которую ориентируется Коэффициент поправочный коэффициент Равен 50 Во время каждого боя Стараются вот использовать эту цифру То есть делить на 50 количество потерь А ведь Здесь даже нет цифр О том О пропавших без вести В каждой войне В каждой При каждых военных действиях Независимо, где это было Латинская Америка Африка Другие страны Количество пропавших без вести Равняется количеству официально погибших Потому что Трупы найти не так просто И трупы прячут Вот этой статьи нет вообще Ни в одном отчете украинской армии Потому что эта цифра просто зашкаливает И Тогда будет очевидно Что Все остальные цифры Недостоверны Чего посмотрим Да Вы просто понимаете Вы озвучили данные по потерям украинской армии По потерям, допустим, самовеков Нашим, вы не говорили ничего По потерям мирной жизни По нашим расчетам У нас нет официальной статистики По той причине, что вы видите Что сейчас структуры власти разрушены Мы можем только фрагментарно собирать И как бы экстраполировать потом Эту цифру по всем боевым действиям Эта цифра около 7 тысяч человек Которые погибли за время Это мирных жителей 4 тысячи бойцов украинской армии И 7 тысяч мирных жителей Есть еще вопросы? Да, пожалуйста Вчера Европейский политик Предложил провести видеоконференцию С лидерами ЛНР И Как понимать Все как-то забывают За ЛНР Хорошо, да Ну, про саму ЛНР Ну, в общем Вы поняли с кем Да Вы что-то слышали об этой конференции? Будут ли какие-то? Да, я слышал Об этом Из заявлений по телевизору Из Новостных агентств Но Мы сегодня с Александром Барандаевым С утра разговаривали на эту тему Кроме как Из открытых источников информации Другой информации у нас нет Ну, а вот Значит, вы назвали потери С той стороны Медных жителей Насколько выделяем о ополчении? Эти цифры должны озвучивать Наши главнокомандующие Я думаю, что вам надо обратиться К стрелкову И я думаю, что вряд ли у него есть Эта цифра Потому что Это надо собирать по всем подразделениям Которые Проводили военные действия Ополченцы А только сейчас Мы собираемся В единую армию С единым управлением В единым руководством Хорошо Если вопросов больше нету Спасибо большое Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо